Что значит выбрать простой путь? Помните, недавно была «Черная пятница». Вы наверняка знаете, какой ажиотаж творится в «Черную пятницу». Мы носимся как сумасшедшие и ищем выгодные предложения. Но бывают такие моменты, когда нам нужно что-то купить. Я раньше думал, что приобрести баскетбольную корзину будет проще простого, но я так и не смог найти баскетбольную корзину, которая устанавливается на землю. Как это было в старые добрые времена. Все было не то. Но тут ко мне подошел продавец и сказал, у нас есть специальное предложение. И вот я ее купил и подумал, ну, установить-то будет просто. Я достал ее из упаковки и тут увидел инструкцию. Мне пришлось позвонить Исаи, который просто мастер по собиранию разных вещей. И я его спросил, «Ты где?» Он ответил, «Дома». И тогда я сказал, «А не мог бы ты заехать к своему папе и помочь ему собрать баскетбольную корзину?» В итоге мы ее собрали, хотя было сложно. У нас остались три лишние детали, но она еще стоит. А сейчас я расскажу вам про малышку Мерси. Если вы не знаете, то у меня восемь детей. Да, малышка Мерси — это моя самая младшая дочь. Сейчас ей 12 лет. Недавно у нее был день рождения. И теперь ей 12. И вот, наконец, у нее появилась своя собственная комната. Если вы росли в семье, где много детей, вы знаете, какой ценностью обладает собственная комната. Когда мы объявили детям, что Исаи и Сэдди женятся, младшие дети очень обрадовались. Я сказал жениху и невесте, «Смотрите, как они за вас радуются». Но дети сказали, «Нет, нам достанется его комната». Они радовались, что им достанется его комната. Мы заказали туда комод. Я думал, мне доставят его собранным, но его доставили в разобранном виде, в коробке. Я открыл ее, и эта куча деталей меня жутко испугала. Я достал инструкцию по сборке, и тут ко мне подошла малышка Мерси. Она спросила меня, «Папочка, ты поможешь мне собрать эту штуку?» Я ответил, «Нет, милая, похоже, что нет. Придется позвать кого-нибудь на помощь». Мы несколько часов собирали этот комод. Было очень сложно. Вы думаете, что совсем не трудно это сделать? Но это трудно. Даже когда меня отправили покупать матрас, моя жена Синди поставила передо мной простую задачу. Мужья, поднимите руки, у кого такое было? Она сказала, «Нам нужно купить пару матрасов», потому что матрас в нашей комнате пришел в негодность. Как-то ночью я проснулся от того, что меня что-то кололо в ногу. И оказалось, это из нашего матраса вылезла пружина и хорошенько порезала мне ногу. Тогда я понял, «Да, нам точно нужен новый матрас». И вот я приехал в большой магазин, где продавали мебель. Я вошел туда, и ко мне тут же подошла женщина-консультант. Я сказал ей, «Мне нужен матрас». Она спросила меня, «А когда именно он вам нужен?» «Сегодня ночью». «Мне он нужен сегодня». «Я хочу уже ночью на нем поспать». И тогда она сказала мне, «Тут есть одна проблема. Возможно, у нас на складе нет того, что вам нужно». Тогда я сказал, «Так продайте то, что есть». Она притащила меня к большой куче матрасов. «Боже мой», — подумал я. На одном из матрасов я увидел ценник с надписью «500». Я подумал, что он стоит 500 долларов. И тут она спросила меня, «А у вас есть проблемы со спиной?» Я ответил, «Нет». «Со спиной у меня все в порядке». Она сказала, «У нас есть замечательные ортопедические матрасы». Она спросила, «Вас это интересует?» Я сказал, «Да». «Я бы взял такой матрас». Она полезла в свою папку и спросила меня, «Хотите посмотреть цены?» И я такой, «Нет, нет». Я думал, что такие матрасы стоят 500 долларов. Еще подумал, «Вот, мне повезло». И тут она полезла в свою папку и начала выписывать чек. И тут я оторопел. В 8000 долларов я обратился к ней. «Мэм». «Что?» — спросила она. «Это что, цена?» «Столько стоят матрасы?» И она такая, «Да». «Но вы получите скидку в 500 долларов». Я думал, что они вообще 500 долларов стоят. А она решила, что я из тех, кто может царить деньгами. Но на самом деле я был из тех, кто был бы рад даже вороне на ужин. Я мог бы сказать этой женщине, «Мэм, вы не понимаете, я питаюсь воронами». Но на самом деле я сказал ей, «Послушайте, мэм, кажется, я ошибся отделом. Где тут отдел для бедняков?» И она показала мне, куда идти. Там я увидел еще одну кучу матрасов, подошел к продавцу и сказал, «Продайте мне хоть что-нибудь». Так, я купил матрас. Видите, иногда сложно сделать даже вещи, которые кажутся простыми. Христианство — это очень простая штука, но мы любим все усложнять. Христианство — совсем не сложная вещь. Оно настолько простое, что его могут понять даже дети. Иисус в Евангелии от Матфея сказал, «Истинно говорю вам, если не обратитесь и не будете как дети, не войдете в Царство Небесное». Если вы не обратитесь ко мне как дети, тогда вы, правильно, не войдете в Царство Небесное. То есть Бог говорит нам, «Не стоит все усложнять». Не надо много думать. Я говорю вам очень простые вещи. Альберт Эйнштейн как-то сказал, «Если вы не можете объяснить это шестилетнему, вы не понимаете это сами». Если шестилетний ребенок не может понять, что такое Церковь и Евангелие, то значит, мы усложнили то, что Бог сделал простым. Люди склонны усложнять то, что Бог сделал простым. Мы склонны желать делать сложные вещи, когда именно простые вещи приносят нам жизнь, свободу и цель. Все это приносит нам простые вещи. Я придумал для этого специальное слово. И будет оно звучать как «ПОМ». Это, конечно же, аббревиатура. Она расшифровывается так «Просто оставайтесь милыми». Правда? Милое слово. «Просто оставайтесь милыми». Да, «Просто оставайтесь милыми». Послушайте меня. Некоторые вещи делаются очень просто. Ведь Евангелие — это совсем не сложная вещь. Я знаю, что Иисус любит меня. Видите, все очень просто. Но иногда мы все усложняем. В Первом Послании к Коринфянам сказано, «Ибо когда мир своей мудростью не познал Бога, в премудрости Божией, то есть Бог делает ставку не на ум, мир своим умом не смог познать Бога, потому что мы делаем это не умом, а верой. То благоугодно было Богу и родством проповеди спасти верующих. Бог сделал все настолько простым, что люди просто не верят, что все так просто. Допустим, кто-то жалуется вам, что у него в жизни все запуталось, и вы советуете ему, что делать. Этот человек говорит вам, «Да не может быть, что все так просто». Но послушайте меня, все очень просто. Сейчас я расскажу вам одну историю. Я ее частенько рассказываю. Это история про Неймана и Елисея. Обычно я рассказываю ее, когда говорю о крещении. Нейман был очень сильным воином. Он был генералом, но он не был евреем. Он воевал не за Израиль. Он жил в стране, которая воевала с Израилем. Но в Библии говорится, что с ним был Господь. И Господь благоволил к нему. Просто наш Господь — это Бог не только израилетян. Он Бог всех народов. Он всегда помогает людям, творит в их жизнях просто удивительные вещи. Нейман даже не знал о том, что им руководит Бог. Наверняка у кого-то из вас было такое чувство, когда уже став верующим, вы поняли, что Бог был с вами и раньше. У всех нас было такое. Если это так, пожалуйста, поднимите руку. Ведь Бог руководит нашей жизнью. У Неймана была одна проблема. Он страдал проказой. Это была очень плохая болезнь. Она ей и остается по сей день. Итак, у него была проказа, а у него в доме была одна рабыня-служанка, которую привезли из Израиля. Как-то она подошла к своему хозяину и сказала, «Знаешь, а ведь Бог может тебя исцелить». Он пошел к своему царю, который по его просьбе написал письмо израильскому царю. А израильский царь, прочитав это письмо, воскликнул, «Разве я Бог? Я ничего не могу с этим поделать». Потому что у него не было веры. Услышав об этом, Елисей сказал, «Пусть этот Нейман придет ко мне». Тогда Нейман отправился в Израиль и пошел к Елисею. Он пришел во двор к Елисею и сказал, «Вот он я». За этим событием следила вся страна. Все смотрели и слушали, что сейчас произойдет и что будет. Елисей сказал Нейману, «Бог исцелит тебя от проказа». Но Елисей поступил очень необычно. Он не вышел сам навстречу Нейману. Он послал к нему своего слугу. Слуга подошел к Нейману и начал с ним беседовать. «Здравствуй, Нейман. Как твои дела? Знаешь, что сказал мне Елисей? Сейчас ты должен пойти к Иордану и омыться там семь раз. И когда ты это сделаешь, твоя проказа пройдет. Бог вылечит тебя. Да благословит тебя Бог. Приятно было повидаться. Все, и ушел». Нейман очень расстроился и разозлился. Он сказал, «Да что это значит? То есть я проделал такой путь, а этот Елисей даже не вышел ко мне, а вместо этого прислал ко мне слугу. Послушайте меня, иногда мы хотим, чтобы к нам вышел именно такой-то человек и что-то для нас сделал. И когда Бог посылает нам кого-то другого, мы отворачиваемся от исцеления, решения наших проблем и того, что приготовил для нас Бог. Это происходит, потому что у себя в мозгу мы уже представили себе, как все должно быть. Но мы должны принимать того, кого посылает Бог, и то, что говорит Бог. Но Нейман был в ярости. Он сказал, «Почему этот человек не вышел и не возложил на меня руки? Почему он ничего не делает? Потому что если бы Елисей был пророком его Бога, пророком Ваала, знаете, что бы он сделал? Он бы танцевал. Он бы устроил настоящее шоу, чтобы обратиться к Богу. А этот Елисей сидел у себя дома и издевался над ним. Он думал, что сейчас Елисей сидит и смеется над ним, но вскоре он выйдет и скажет, «Отец, прими мою жертву». И тут раз — все готово. Иногда церковные люди напоминают нам шаманов. Они устраивают шоу. Якобы все произойдет только так. Нейман очень расстроился, потому что Елисей не вышел к нему лично. Он не вышел пожать ему руку и сказать над ним слов, «Да что это вообще такое?» и подумал он, «Зачем мне окунаться в этот Иордан? Что я пришел сюда? Купаться, что ли? Я и дома могу так сделать?» И он в гневе ушел оттуда. Он отвернулся от своего исцеления, потому что отказался делать что-то простое. Меня просто удивляет, что столько людей не получает от Бога всю полноту просто потому, что они не хотят делать простых вещей. Но у Неймана был и другой слуга. «Очень хорошо, когда тебя окружают хорошие люди. Сначала служанка, а теперь и слуга сказал ему, «Послушай, ты провел столько битв, и не можешь сделать такой мелочи? Если бы Нейману сказали, «Иди и захвати такую-то страну, поработи ее народ и уничтожь ее земли во имя нашего Бога», он бы с радостью побежал это выполнять. Потому что мы более склонны выполнять сложные вещи, чтобы Бог что-то сделал для нас. Тот слуга спросил Неймана, «Почему ты не можешь сделать такой простой вещи?» И Нейман сделал это. Он омылся семь раз, и что случилось? Он исцелился. Если бы Бог попросил нас сделать что-то трудное, мы бы все с радостью это сделали. Но когда Бог просит сделать что-то простое, мы сомневаемся, а нужно ли нам это делать. Почему же мы не делаем простых вещей, когда Бог просит нас об этом? Ведь тогда мы обретем свободу, жизнь и цель. Почему мы вечно все усложняем? Во 2-м послании Коринфянам сказано, «Но боюсь...» Обратите внимание, это говорит Павел. Он пишет церкви в Коринфе. «Но боюсь, чтобы как змей хитростью своей прельстил Еву, так и ваши умы не повредились, уклонившись от простоты во Христе». Это очень интересные слова. Павел обращается здесь к церкви. Он говорит, «Ребята, вы уклонились от простоты, а все ведь очень просто. И все это происходит от вашей любви к Богу». Просто подумайте вот о чем. Бог со всей своей премудростью взял все знания и истину, которые нам когда-нибудь пригодятся в жизни, и поместил их всего в одну книгу. Представьте себе такую картину. Человек приезжает в Вашингтон и видит там громадное здание библиотеки, которое вмещает в себе все знания мира. Он думает, что ему нужно несколько научных степеней и сделать очень много, чтобы все это постичь. Но Бог смог уместить их в одну книгу и даже включил в нее примечания, чтобы сделать ее еще проще. Вот они, эти истины. «Люби Господа своего всем сердцем своим. Возлюби своего ближнего, как самого себя. Я дарую тебе новый завет, так что люби других, как я люблю тебя». Как видите, это очень простые слова. Не позволяйте врагу вмешиваться в ваши мысли и озадачивать вас. Не позволяйте врагу управлять вами и увести вас на трудный путь, когда есть простой путь. А сейчас я хотел бы сказать пару слов о Еве. Дьявол предложил Еве больше знания, и она потеряла больше жизни, свободы и цели. Он сказал ей, «Ты будешь больше знать, ты больше поймешь». Но она больше потеряла, потому что враг ей врал. Мне очень нравится ответ царя Давида на такое предложение. Когда царь Давид пребывал в тяжелом положении, он сказал, «Я лучше доверюсь Богу, которому я поклоняюсь». Он сказал, «Я доверяю только Богу». Есть так много книг и мнений по каждой теме. Только подумайте об этом. Только подумайте. Мы самые образованные христиане, которые когда-либо жили. И все равно многие из нас страдают из-за того, что думают, что ничего не знают. Вы можете изучать все, что хотите. Вы можете получить доступ к любому учению. Вы можете послушать аудио, посмотреть видео или почитать о нем книгу. Боже мой, знания окружают нас повсюду. Но все равно многие думают, что ничего не знают. Почему же мы усложняем такие простые вещи? Непонятно. В одном месте Писания, во втором послании к Коринфянам, говорится о том, что люди всегда готовы принять что-то другое. Они всегда готовы найти новый способ, найти новый путь. Иисус. Давайте посмотрим. Ибо если бы кто, придя, начал проповедовать другого Иисуса, которого мы не проповедовали, или если бы вы получили иного духа, которого не получили, или иное благовестие, которого не принимали, то вы были бы очень снисходительны к тому. Вы понимаете, они всегда готовы найти новый способ. Неужели им мало Иисуса? Нам что, мало Иисуса? Есть одна популярная песня, содержащая в себе истину. В ней поется «Ты ищешь любовь совсем не там». Правда, это напоминает обращение Павла к одной из церквей. Очень простые слова. «Ты ищешь любовь совсем не там». Когда нам не хватает истинного Иисуса, мы начинаем искать новую информацию. Мы думаем, чтобы достичь свободы, чтобы осуществить все задуманное в жизни, «Мне нужно что-то еще достать». Возможно, есть еще какая-то утраченная книга. Возможно, есть еще какая-то информация. Возможно, мне нужно что-то по-особенному сказать, если я скажу что-то на еврейском языке. И мы начинаем искать новую информацию. Но послушайте меня. Никакой другой новой информации, просто нет, ее не существует. Нет никакого другого откровения. То, что нам должны были дать, нам дали. К этому ничего не добавить и от этого ничего не отнять. То, что нам должны были дать, нам дали. Зачем же мы ищем новые способы и пути? Ведь Бог сказал, «Зачем все усложнять, когда вы можете идти простым путем?» Мы ждем, что кто-то помашет нам рукой. Мы думаем, что если Бог что-то сделает, то мы это сразу увидим, и это будет настоящее шоу. Но послушайте меня. Я видел абсолютно разные Божьи деяния. Иногда я дотрагивался до людей и помазывал их, а затем уже Бог творил свои деяния. Но что для этого сделать? Может, что-то сказать или потанцевать? Возможно, нужно сделать что-то странное, например, нарядиться в демонов или собак и играть их роли, или же прыгать и кричать, как пророки Ваалы. А может, нужно пролить свою кровь? Вы думаете, Богу нравятся эти шаманские штучки? Наша церковь становится очень странной. В ней сейчас много шарлатанов. А все потому, что они потеряли Божью силу и усложняют простые вещи. Мы ищем какое-то святое место. Мы ищем хоть какое-то место. Мы думаем, нам надо пойти туда. Если мы будем в Израиле, Бог нас услышит. Но Иисус говорил нам о другом. Он говорил, что истинное служение Богу должно быть в сердце. Богу не важно, где вы находитесь. Мы можем даже двигаться и ходить. Да, у нас есть специальные места, посвященные Богу. Но дело не в месте. Дело в сердце. Дело в нашем посвящении и себя Богу. Мы должны просто посвятить себя Богу. Иногда мы думаем, что нам нужно осуществить нечто трудное или понести тяжелое бремя. А все почему? Да потому что люди склонны упускать из виду все простое от Бога. Они выдумывают различные пути, которые в конце концов уводят их прочь от жизни, от свободы и от цели. Они упускают из виду все простое от Бога. А знаете почему? Все как у Евы. Их плоти все мало. Но Дух говорит нам, что Христа нам хватит. Поэтому я хочу задать вам один вопрос. А достаточно ли лично вам, Христа? Что ж такое простой путь? Что за простой путь такой? Все очень просто, друзья. Во-первых, нужно раскаяться. Все очень просто. Нужно раскаяться. Иоанн проповедовал о раскаянии. Иисус также проповедовал о раскаянии. Петр проповедовал о раскаянии. Но что это такое? Раскаяние. Это значит открыть Слово Божие и понять, что мы живем так, что наша жизнь огорчает Бога. Понять, что-то идет не так. Мы должны понять, что мы простые люди. Самое первое, что нужно сделать, это осознать все это. И когда вы осознаете, что вам нужен Спаситель, вам нужно будет раскаяться. А раскаяться значит отвернуться от того, что вы делали раньше, и повернуться к Богу. Так что, во-первых, нужно раскаяться. Это сделать очень просто. Это несложно. Печально, что иногда церковь все усложняет. Говоря при этом, не беспокойтесь, Бог сделает все позже. Но нет, все происходит сразу. Возможно, Он поможет вам чуть позже, но в ваше сердце Он входит тут же. Вы должны отвернуться от мирского и повернуться к Богу. Во-первых, это раскаяние. А затем идет вера. Вы верите. Это очень особая вера. Это не то, как американцы понимают веру. Многие американцы верят, что их стулья их выдержат. Но согласно библейской вере, мы должны сесть на стул, чтобы проверить, выдержит ли Он меня. Верующих во Христа очень много. Но следуют за Христом совсем немногие. Многие люди приходят ко мне за советом. Я говорю им, «Я вижу, что вы верите». И они кивают мне. И тогда я добавляю. Но проблема в том, что вы не следуете за Богом. Истинная вера в следовании за Иисусом. Истинная вера – это когда вы передаете свою жизнь в Его руки. Истинная вера – это верить. Что того, что Иисус взошел на крест, было достаточно. Этого достаточно. Богу этого довольно. Итак, раскаетесь, чтобы поверить, а затем идет крещение. Крещение – это очень просто. Во многих церквях сегодня читают, что крещение – это нечто второстепенное, что людям оно больше не нужно. Но послушайте меня. Крещение важно, потому что Бог сказал, что оно важно. Меня просто удивляет, как много людей не делает простого действия, очень простого действия, которое принесет просто феноменальный духовный результат. «Нейман должен был всего лишь омыться семь раз водой, чтобы избавиться от проказа». Иисус сказал, «Окунитесь в воды крещения, и, выйдя, вы уже не будете прокажен, потому что вас омоют и смоют все нехорошее. Итак, раскаетесь, поверьте и креститесь, и тогда у вас появится отношение с Отцом, отношение с Богом, отношение с Иисусом, отношение с Духом Святым и отношение с Телом Господним, которое есть мы сами, то есть Церковь. Все очень просто. Друзья мои, все просто. Раскаетесь, поверьте и креститесь. Затем начните молиться, уделяйте Богу время, чтобы постичь Его Слово. Читайте Его. Когда идет служба, вздымайте вверх руки и обращайтесь к Богу Всемогущему, вашим сердцем. Просто посвятите себя Христу. Я хочу обрести связь с Его телом. Я хочу убедиться, что я часть Церкви, что Он создал на земле. Я хочу быть частью этой Церкви. Я хочу быть ее частью любым способом. Я буду верен этим вещам. И последняя веха нашего простого пути служения — это Его миссия. Он сказал Своим ученикам, «Идите по всему миру, крестите людей и проповедуйте им. Учите их тому, чему Я учил вас. Пусть ваша жизнь станет Его миссией. Пусть у вас не возникает проблем в посвящении своего времени Богу. Пусть у вас не будет проблем с чудесами. Пусть у вас не будет проблем со служением и свидетельствами. Пусть у вас не будет проблем с тем, какими нас призвал быть Бог. Это простой путь. Сейчас я прочту вам стих из Евангелия от Матфея. «И сказал, истинно говорю вам, если не обратитесь и не будете как дети, не войдете в Царство Небесное». Все очень просто. Это вера. Просто живите и помните об этом. Какое замечательное послание для нашей жизни. Друзья, Слово Божие очень важно для того, чтобы мы могли уподобиться образу Христа и поняли, что Бог желает видеть в нашей жизни. Бог ведет нас по пути, по которому нам идти. Поэтому не думайте, что достаточно просто послушать проповедь и сохранить информацию в голове. Применяйте услышанное в каждом дне вашей жизни. Мы надеемся, что это послание благословило вас. Мы хотим пригласить вас не просто смотреть нас по телевидению или интернету, но стать членом поместной церкви. Послушайте, Бог любит вас и мы тоже. Мы хотим, чтобы в вашей жизни было все самое лучшее. Поэтому приходите на наше служение как можно скорее. Мы приглашаем вас стать нашими партнерами в распространении Царства Божьего на земле. Если вы хотите поддержать нас своими финансами, то зайдите на наш веб-сайт или напишите нам. Еще раз спасибо вам за вашу верность и поддержку. Пусть Бог благословит вас. Субтитры создавал DimaTorzok